Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу порисовать очень модную такую ткань. Это ткань с кругленькими пайетками, которая вся из себя блестит. Для того, чтобы ее нарисовать, что я сделала, я полезла и нашла фотографию крупно этой ткани. Я, насколько понимаю, даже трикотаж, а не ткань, то есть она вязанная по своей структуре. Но рисовать мы будем именно вот эти веселые колечки. Возьмем небольшой фрагмент, нарисуем его, и вот этот эффект блеска и перелива создается как раз за счет того, что колечки получаются разного цвета. Будет достаточно прикольно, если линия из этих колечек будет формироваться не совсем прямая, а такая с небольшими переливами. В общем, сейчас мы этим с вами и займемся. Покажу, как это все сделать, и потом мы с вами на какой-нибудь эскизик это все положим. Так, сейчас мы возьмем фотографию, немножечко ей осветлим ее, но для того, чтобы было видно то, что у нас нарисовано, но при этом не перекрывало. И перво нарисуем наш с вами базовый бублик. Что такое базовый бублик? И это, соответственно, наша с вами основа, на которой мы будем все это дело рисовать. Наши блесточки, они же как бублички. Для этого вот так вот возьмем одну в одну. Так, сейчас я хочу, чтобы цвет контура был черным. И формирую размер, чтобы совпадал с тем, что я вижу, чтобы вот этот бублик был правильного размера. Вот, чтобы толщина была, чтобы дырка была, вот прям совпадала. Но вот то, что у меня сейчас, это не бублик. Чтобы вы понимали, это у меня, соответственно, такое два в одном. Два кружочка в одном. Поэтому, чтобы сделать бублик, покажу, в чем разница. Те, кто у меня проходил курс, знают разницу между кружочком и бубликом, потому что я этим пытаю практически. Смотрите, если я сейчас возьму, сделаю заливку, то я получу два кружочка. А нам нужен бублик. Окно. Обработка контуров. Разделяем. И вот этот центр. Сейчас разгруппируем. Разгруппировать. И вот этот центр вытаскиваем. Теперь смотрите, заливаю то же самое желтым цветом. Видите, в чем разница? Здесь были два круга, один на один. Имитация такая же, но нет прозрачной дырки по центру. А нам нужна именно прозрачная дырка по центру. Такие фигуры надо уметь рисовать. Они не автофигуры, но их надо уметь создавать. Они вот нужны. Так. Теперь мы с вами рисуем как будто бы имитацию пришивания. Вот такую. Я бы даже ее рисовала вот так. Чтобы она была полупрозрачная. И вот так вот единичкой. Да. Теперь уберем цвет заливки. И нам нужно с вами сымитировать какой-то небольшой кусочек, где будет вот так вот оно одно на одно. Насколько плотно? Сейчас я посмотрю. Наверное, нужно вот эту вот сократить штучку. И, соответственно, одну на одно. Вот так. Вот. Ctrl-D. Я думаю, этого достаточно. И через небольшое расстояние. Думаю, что надо ближе. Вот так. Да. Вот у меня будет кусочек, с которым я буду работать. Что теперь очень важное. Мне нужно снять с этой фотографии. И вообще, зачем я ей озаботилась. Это вот мой рапорт, с которым я буду работать. Смотрите внимательно. Какие-то блестят, какие-то не блестят. Именно это нам создает этот эффект. Поэтому такую заливку ее нужно делать в цвете. Либо, соответственно, какими-то элементами. Потому что в черно-белом эскизе этого будет добиться очень сложно. Сейчас я буду просто выбирать. Вот смотрите. Три и одна. Вот. А заливать буду бежевым цветом. Объясню почему. Потому что бежевый цвет позволит мне потом очень легко через перекрасить графический объект работать с этой заливкой. Если я сейчас ее сделаю черно-белую, мне потом достаточно сложно будет ее перекрашивать. А мне нужна легкая в перекрашивании штучка. Поэтому цвет выбрала вот такой вот желтенький. То есть эти я все прокрашу желтеньким, ярким. А те остальные более темным. И несколько еще более темных. То есть всего будет три оттенка. Вот у этой штучки. И вот отсюда я беру вот эту вот имитацию, что некоторые из них обладают другим цветом. Как видите, это у меня будет такая полупрозрачная заливка, которую я буду использовать. Сейчас я аккуратненько это все выделяю. Вот, и мы с вами таким образом продолжаем раскрашивать и выделять кусочки того, что будет светиться. Ну вот я думаю, что можно вот сюда тоже какой-нибудь поставить. Потому что это у нас будет рапорт, он будет бесконечный. Естественно, мы сейчас посмотрим, как это все будет смотреться. Вот, теперь мне нужно выбрать все кусочки. Кроме тех, которые у меня закрашены. Выбираю. И смотрите, какая тонкость. Я не могу просто сказать Ctrl-A, чтобы все выбрать. Мне нужно выбрать именно кусочки без ниточек. Это очень важно. Вот, мы их все выбираем. Такая вот сложная работа будет сделана только один раз. Почему я еще раз говорю, я делаю это все в цвете? Для того, чтобы было удобно. У нас это будет имитация такого золотого. Сейчас я прокрашу таким же желтым цветом. Не пугайтесь. Получилось одно и то же. И мы теперь вот так вот их соберем. И теперь я несколько штучек сделаю более темными. Потому что, ну, есть ощущение, как будто бы они там в разные стороны идут. Вот таким образом это сделают. Будет действительно ощущение, что оно вот так вот поблескивает. Смотрите, здесь они будут рядом. И вот здесь. И вот здесь. Нужно понимать, что, ну, будут повторяться. Выбираю и делаю более темными. Вот так. Вот происходит имитация, ощущение, что оно действительно так. Теперь мы это все берем. Здесь нужно будет сделать маленькую хитрость. Вот сюда нужно будет добавить маленький прямоугольничек толщиной вот с этот проход. Почему? Потому что при заливке они у меня сомкнутся между собой и будет неправильная дырка. А мне нужно, чтобы вот здесь отступ был. И вот это все мы тащим в заливке. И сейчас попробуем, посмотрим, как оно действительно будет смотреться. Вот, хорошо. Если я это сделаю чуть поменьше. Так, нет, не поворот, а размер. Вот. Например, вот так на эскизе. То вот смотрите, как оно будет. Поблескивает замечательно. Если нужно что-то более яркое, я могу как бы фрагментарно какие-то кусочки подсветить более ярко. Это очень легко через перекрашивание графического объекта. Я когда вот сюда войду и вот здесь открою дополнительные параметры, то, что я говорила, почему нужно делать цветом, то вот здесь я смогу, например, какие-то штучки поддернуть и таким образом получить их в другом формате. И будет полная имитация вот этих вот блесточек. Либо здесь могу добавить еще один цвет. Вот так вот, то, что называется, спарклин. И сделать его прям светлым-светлым, чтобы оно еще больше светилось. Вот так. Было ощущение блеска. Давайте попробуем. Вот. Получается вообще блеск. Но мне кажется, немножко похуже стало. До этого было более стабильно. Теперь эту штуку я копирую в свой шаблон. Она, видите, полупрозрачная. Сразу у меня заливка скопировалась. Работать с цветом я могу как мне удобно, с форматом как мне удобно. Но у меня есть вот такая имитация заливки. Вот она у меня смотрится. Теперь могу нарисовать спокойно платье для того, чтобы его залить. Я выбрала такой достаточно интересный силуэт. Очень красивый, новогодний. Хочу его сейчас попробовать нарисовать. Для этого мне нужно убрать лишние лапки. Убираем. И у меня уместятся два платья. Поэтому замечательно все вот так делаем. Кстати, по поводу заливки. У меня есть идея кое-что попробовать. Но, боюсь, у меня это не сработает. Потому что градиенты не очень любят. Вот здесь вот есть окно. Библиотека образцов. И здесь есть градиенты. Вот они, градиенты. И мне нужны металлы. Если вот это все взять, выбрать вот эти штучки и залить их блеском, может программа отказаться их затаскивать в, соответственно, градиент после этого. Но не попробовать я не могу. Вот так. Теперь можно взять волшебную палочку, сказать ей доступ 1. и выбрать все бублики, покрашенные нужным мне цветом. И еще раз. Можно опять же выбрать тот же самый градиент, но вот здесь просто из него убрать лишечку и сделать потемнее. Вот. Давайте посмотрим, что получилось. И из этого же тоже сделаем... О, ура! В моей версии уже можно. В некоторых версиях кисти не пускает. Ну и вообще бывает такое. Давайте сравним, как будет смотреться градиентная и неградиентная заливки. Но мерцает посильнее. Ребит от нее круче, давайте скажем так. Хотя это может быть более четкое. Вот так вот оно ребит. Если приблизить, то вот смотрите, какая имитация. Мерцает она покруче, да. Вот это, наверное, я бы оставила. И здесь можно ее прям... Прямо-прямо-прямо сейчас мы доделаем, потому что у меня есть вопросы к этому. Я бы хотела доделать. Вот так вот мы... То, что если в серый переделывать, очень удобно, когда она в цвете, а не когда она черно-белая. С черно-белой такой вытащить уже сложнее, а из цветной очень даже просто. Вот. Наверное, вот эту посветлее надо. По серой шкале. Да. И вот эту чуть-чуть темнее. Хорошо. Вот. И в принципе, если теперь вот это вытащить, и сюда добавить градиент... Так что у меня понесло. Мне хочется добиться какого-то супер эффекта. Сейчас мы вытащим. Вот мы ее вытащили. Сделаем двойной клик, войдем в группу. И вот к этому добавим градиент. Вот это мы сделаем прям светлым. Прям вот светленьким. Может быть, даже еще светлее. Чуть ли не белым. Вот. И из этого попробуем сделать заливку, то вполне возможно будет прям серебро. Смотрим. Ну вот нет. Градиент, к сожалению, портит. К моему великому сожалению, применение градиента на заливке его портит. Поэтому оставляю так, как есть. Вот серебро и золото у меня получилось. Оно, конечно, будет лучше смотреться на белой основе. Тоже вот ощущение сеточки и все остальное. Так, переходим к платью. Платье у меня тоже интересно по фасону задумано. Так что хочу его отрисовать. Платье у меня будет на тонких лямочках. Сразу скажу, вот такие будут тоненькие лямочки. Сейчас я перышком покажу. Вот так. Лямочки будут идти по самому краешку. Одна. В данном случае эскиз буду рисовать несимметричный. Поэтому лямочки симметричные. Все остальное буду рисовать несимметрично. Так. Теперь рисую сам лиф. Здесь такая полу-драпировочка. И он вот сюда, вот так вот будет идти вниз. Не надо пугаться, что у меня там так вылезла эта штука. Это нормально. Мы сейчас ее поправим. Главное сейчас форму задать. Вот. Это форма лифа. Теперь что делать вот с этой ерундой? Там у меня направляющая вылезла. Вытащить пером. Вытащить инструмент. Опа. И вот здесь можно тоже сделать скругление, потому что не должно оно быть так жестко. Вот. Сейчас мы его вот так. И еще. Позволим скруглить. Вот. Вот такая история. Теперь у меня тут будут складочки. Складочки я буду рисовать двумя инструментами. А именно это будет заливка. И это будут линии. Вот такую вот складочку мы рисуем. Это у меня, как вы понимаете, заливка. Я люблю рисовать замкнутыми объектами, поэтому сейчас мы сделаем замкнутые объекты. И вот так. Аккуратненько все выделяем. Делаем именно тени. С таким вот мягкими складочками. И теперь рисуем линии. Потому что здесь линии нужны. Линии вот, они иногда нужны, иногда не нужны. Надо обязательно смотреть по месту. В данном случае линии будут нужны. Сначала рисуем топорные линии, как я их называю. Такие достаточно жесткие. А потом мы их смягчим. Не надо сразу стремиться к какой-то безумной красоте. Можно сначала нарисовать линии, потом их поправить. Это вот большое отличие от рисунка от руки. Там вы сразу должны линию провести такую, какую надо. А здесь вы можете сделать вот такие вот топорики. Потом их аккуратно выбрать. Сделать их тоньше. И дать им тот контур, который вы хотите. И они получаются мягче. Вот, это у меня лиф. Вот сюда надо еще одну линию проложить. Ее не хватает. Соответственно, то же самое с ней делаю. Так, сразу к лифу пририсую тени. Потому что вот здесь должна быть тень. Вот смотрите, она ровно под грудью идет. Не могу просто обойти этот момент. Он вот здесь нужен. Прямо для формирования силуэт. Это будет очень-очень важно. Поэтому сразу закладываю тень. Да и вот здесь будет тоже такая теневая история. И вот уже она такая более неровная будет. Вот это все выбираю. И это у меня заливка. Такая вот полупрозрачная. Сейчас мы прозрачность еще увеличим. Вот так. И можем залить белым цветом. Основу залить белым цветом. Потому что сначала я рисую черно-белый эскиз, потом будет цветной. Так. Лиф я нарисовала. Теперь у меня будет юбка. Будет юбка на запах. И вот здесь можно, конечно, ее нарисовать хотя бы частично симметричной. Почему частично, сейчас покажу. Выбираем линию. И смотрим. Ставим. Так. Она у меня будет приталена. Вот здесь можно. Так. По бедру, по бедру. И вот так вот мы ее заводим. По поводу частичной симметрии. Сейчас я выставляю сначала линию, подходит она мне или нет. Вообще, чем меньше точек, тем лучше. Поэтому вот эту точку я уберу. И методом изгиба сейчас сформирую линию. Вот так. Эту часть мы берем и делаем зеркальное отражение от линии симметрии. Вот такую штуку мы получили. И убираем ее на задний план. Вот. То есть одна часть сверху, одна часть под ней. Снизу. Вот сразу видно, что здесь я не совсем симметрично нарисовала, что перекрытие идет. Вот так. И, естественно, нарисуем внутреннюю часть. Она не должна там как-то четко попадать. Вот здесь только она не должна вылезать. Сейчас мы ее уберем. Вот. Правой кнопочкой мышки монтаж на задний план. Вот она у меня получилась. Здесь у меня тоже будут плавные линии и складки. Давайте мы их нарисуем. Это будет линия. Здесь тоже будет линия. Мне кажется, похожее платье было у кого-то из кардашьян. Что-то такое похожее. Линия. И линия. Нарисовали. Теперь выбираем все вместе и делаем линию вот такую, которая как бы как треугольник. Здесь потолще, здесь потоньше. Таким образом получаем красивую историю. Но такие складки нельзя оставить без теней. Поэтому мы к ним обязательно перерисовываем тени. Здесь. Здесь. И вот здесь вот очень тонкий момент. Не попасть в точку конца. Потому что если вы попадете, то вы получите слияние линии и вашей тени. А это будет не здорово. Поэтому я очень аккуратно с этим делаю. Иногда специально создаю отдельный слой, чтобы не мучиться этим вопросом. Ну, это уж на ваш выбор, как вам удобнее. Вот. И еще дополнительно у меня будут тени вот здесь. Вот здесь. Они будут разные по яркости. Это тоже такой момент. То есть там одни тени, здесь другие тени. Сразу же создастся тень вот здесь. Она обязательно тут должна быть. Потому что это как бы нахлёст. А то, что снизу всегда будет с тенью. Здесь тоже самое будет. Смотрите. Вот когда вот такие штуки, вот здесь у нас всегда с вами будет вот такая треугольненькая тень. Вот она прям точно будет. Насколько здесь широко, надо смотреть индивидуально. Но вот такая тень точно будет. Вот. И еще сразу к бокам сейчас тенюшки добавим. Здесь будет общая тень. Кажется, не эскиз, а ерунда какая-то. Да, мы каких-то теней там наворотила. Но мы рисуем сложное платье. Поэтому терпение. Более сложные вещи требуют более сложной проработки. Я какие-то из эскизов рисую совсем без теней. Если это позволяет сделать эскиз, если эскиз такого сделать не позволяет, то, соответственно, я тогда добавляю тень. Смотрите, здесь тень на тень будет накладываться. Это хорошо. Мы теперь все это выбираем. Оп. Все, безобразие ушло. Его не видно. Вот такая у меня основа платья. То есть оно такой длины миди. И еще у этого платья будут рукава. В рукавах у этого платья основная фишка. Поэтому мы на них сейчас с вами обратим большое внимание. Не надо мне сюда. Вот видите, зацепилась линия. Это неудобно. Сейчас на мне будет цепляться при рисунке. Поэтому я выключила возможность цепляться. Вот, это у меня вход в рукав. И рукав у меня будет такой вот сложный. Такой вот красивый, объемный. Вот, длинный. Здесь тоже такая вот штучка. Так, это мы нарисовали. Естественно, здесь без линии, без складочки я тоже не обойдусь. Поэтому нарисую сначала линеарно. А потом тенями дополню. Здесь вот будут складочки. По моей задумке, вот это место должно быть пошире. Так что не стесняемся, рисуем. Уж коль пошли на вечернюю моду, на всякое новогоднее и все такое. Ну и вообще, как бы, праздничная мода, она допускает какие-то фривольности не всегда удобные. Потому что я, как дизайнер, действительно люблю, когда вещи собраны с умом. Когда в вещах удобно. Но, например, в вечерней, во всякой вот показушной моде, там красные ковровые дорожки и все остальное, там об удобстве мы забываем. И нам нужно нарисовать красоту. Вот, поэтому в данном случае я себе позволяю рисовать красоту. Хотя и небольшой фанат этого мероприятия. Вот, и сразу тени. Сразу тени, тени, тени. Прорабатываю. Ну, я думаю, что видеть, что рукав, ну, конечно, он не цилиндрической формы, но все равно на это надо обращать внимание. Оп. И мы сейчас тени перетащим. Вот, перетащили. Замечательно. Эта часть, она внутренняя, она, естественно, будет темнее. Вот, ну, и, конечно же, нам этот рукавчик нужно с вами отразить от центральной линии. Вот так. Вот, основа у меня получилась. Смотрите, пожалуйста. Теперь я этот эскиз сгруппирую, только без, соответственно, манекена, чтобы он у меня был. Сгруппировала. Вот. И сейчас сдублирую. Будем делать заливку. С заливкой тут тоже сейчас будет маленький нюанс. В чем будет заключаться нюанс? Сейчас я расскажу. Будет зависеть от того, как мы будем заливать. Можно сделать, ну, чтобы удобно было заливать, можно сделать, чтобы не очень было удобно заливать. Я хочу платье сделать с серебряной заливкой, поэтому вытаскиваю серебряную заливочку. Вот она у меня, пожалуйста. Что я имею в виду, удобно, неудобно? Мне нужно, чтобы у этой заливки был фон. Потому что если не будет фона, то она будет полупрозрачной, и мне будет неудобно с ней работать. Поэтому вот этот кусочек, который мы приложим, я его сейчас вот так вот растяну. И дам светло-светло такой фон туда. Вот. То есть у меня будет основа. Сейчас мы тоже это все закинем. Так она у меня была прозрачная, а так она у меня будет с цветом основы. Вот смотрите, в чем будет разница. Видите? Она с основой. То есть ее особо не видно. Но если я начну заливать, например, вот эту часть без цвета основы, вот там вот какие-то линии, еще что-то проскальзывает, и с цветом основы будет совершенно по-другому. Здесь надо сразу настроить, насколько крупная будет заливка. Соответственно, только на узорах, да. Вот сейчас мы это все посмотрим. Хулиганит. Программа хулиганит. Такое бывает. Что для этого сделать? Нужно выбрать. Сделать двойной клик еще раз. Вот она у меня снизилась. Я думаю, даже 15 можно попробовать. Да, 15 вполне. Может быть, даже еще поменьше. Не 15, а... Вот так, да. Ну, потому что у нас же стразы не должны быть слишком крупные на основе, правильно? Поэтому мы это все тут вот так вот... Вот. И вытаскиваем. Внутренняя часть у меня, естественно, не в пайетках, поэтому я ее пайетками не прокрашиваю. Вот эти вот замечательные линии, которые у меня оказались с белой заливкой. Вот эту всю красоту. Я убираю. Вот. И тени сейчас надо будет делать значительно ярче. Просто в силу того, что при такой заливке вот тех нежных теней, которые я туда поставила, их просто не видно. Поэтому вот это мы все тоже выбираем. Делаем единого цвета. Вот такого, пожалуйста. Вот оно сделалось. И теперь, пока я нахожусь в режиме изоляции, я хочу выбрать тени. Так, они у меня все на 100%, да? Тогда сейчас будем лапками делать. Сейчас сделаю покрупнее. Все равно мы можем их выбрать. И сейчас будем непрозрачность корректировать, потому что тот уровень непрозрачности, который подходит для белого эскиза, для того эскиза, который есть сейчас, он не пригоден. То есть вот, чтобы хоть как-то просветить те тени, которые были нарисованы, их приходится, ну, достаточно ярко просвечивать тенями. Опять же, это зависит от того, каким цветом, каким узором вы заливаете. Поэтому сразу вам дать рекомендацию, сделайте непрозрачность на 30%. Это будет, ну, полнейшей глупостью, просто в силу того, что здесь нет единого ответа. Так, выбираем вот здесь. Тоже 5% это ни о чем. Мне нужно, чтобы было видно. Выбираем вот здесь. Тоже, чтобы было видно. И вот когда есть такая вот структурированная штучка, когда вот такие вот прям пайеточки и все, тени, конечно же, надо делать более яркими. Вот это тоже, ну, никто это не видит, а это нужно. И вот это тоже никто не видит, а это нужно. Вот смотрите. Я проработала с тенями. И вот такая красота у меня получилась. Можно поставить какие-нибудь звездочки и блики, если прям хочется такую июма туда докинуть. Например, вот так вот. Сделать многолучиковую звездочку, сделать ее беленькую и прицепить сюда. Сейчас мы поставим. Но это уже просто я баловством занимаюсь. Это индивидуально на эскизике. Вот так вот немножечко их подсветить. Получится ощущение, что платье еще дополнительно поблескивает. Но это не будет прям очень сильно видно. Но как будто бы вот у нас от блесточек, от того, что есть, дополнительно есть вот такие вот штучки. Это баловство. Вот то, что я сейчас сделала, это баловство. Но вот смотрите, его видно. Немножко видно. Вот. Такая история. Таким образом можно рисовать достаточно сложные силуэты и из достаточно сложной ткани. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте свои лайки, дизлайки и говорите, что бы вам было еще интересно порисовать. Не забывайте подписаться на канал, для того, чтобы увидеть новые интересные видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.